Елена Сурова. Прогулка с лосями. Лютик и компания. На краю деревни Сумарково стоит небольшой дом. Дом как дом, под красной крышей, вокруг полисадник. Сколько таких в Костромской области? У калитки черная собака с желтыми отметинами, хвост крючком. Развалилась лениво на травке, дремлет. Но нет-нет, поведет ушами, да глаза приоткроет. Все видит, все слышит. Девочка, которая проводила меня к этому дому, так и сказала, вздохнув. Дальше нельзя, там она, Сильва. А вот Полину Николаевну Сильва встретила с радостью. Хвостом крючком завиляла, потом покосилась в мою сторону и заворчала, словно спрашивая, как поступить. Это наш гость, объяснила ей Полина Николаевна. И собака не только пропустила меня через калитку, но еще проводила до самого крыльца. А потом вернулась и улеглась на прежнее место. Сильва у нас на должности, пошутила Полина Николаевна. В качестве сторожа и сопровождающего. Полина Николаевна ростом маленькая. Похожа на подростка и быстрая. Перескочила через две ступеньки и распахнула дверь в дом. В доме тихо-тихо, будто он нежилой. Вошли мы в одну комнату. У окна большой стол. На нем бидон с молоком, пузатые колбы, тощие пробирки на деревянных жердочках. Рядком стоят бутылки с сосками, как в остроконечных коричневых шапочках. На полу по соседству с холодильником, в большой корзине, свежая трава, словно зеленая лужайка. Полина Николаевна быстро надела халат, перелила молоко из бидона в большую кастрюлю. Поставила на плитку и термометром проверяет, как оно нагревается. Мне она отлила молока в стакан. Попробуйте. Молоко густое, вкусное, но непривычно солоноватое. Такого я никогда не пила. Лосиное, говорит Полина Николаевна. Оно и людям наверняка полезно. А солоноватое от того, что лоси много древесной коры едят, а в ней соли. Полина Николаевна научный работник. Она изучает жизнь лосей. Много о них знает. Стрелки часов между тем подошли к двенадцати. Вот-вот сойдутся вместе торчком. И тут за стенкой кто-то нетерпеливо топнул. Раз, другой. Потом топот стал чаще, громче. И вдруг разнесся стон. Да жалобный такой. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Полина Николаевна еще больше заспешила. Знают свое время. Часы можно по ним проверять. Шесть раз в день кормим. И хоть бы раз ошиблись. Она разлила молоко по бутылкам, натянула соски, поставила в корзину. И мы пошли в соседнюю большую комнату. Полина Николаевна сразу попала в окружение. Со всех сторон устремлились к ней рыжие, голенастые, с длинными горбоносыми мордами. Лосята. Двенадцать лосят столпились вокруг. Острыми копытцами на ноги наступают. Горбоносыми мордами в руки в бока тычутся. Большими карими глазами в упор смотрят. Нетерпеливо и доверчиво. Самый крупный лосенок вырвался вперед. Пират, нехорошо толкаться. Останавливает его Полина Николаевна. Сейчас, рыжуленькие, миленькие мои, всех, всех накормлю. Один лосенок пристал на задних ногах и розовым языком в лицо ее лизнул. Лютик, ну здравствуй, здравствуй. Ты у меня самый ласковый. Каждому надо доброе слово сказать. Каждого погладить. А руки только две. И вот уже в них по бутылке с молоком. С кого начинать? Бойкий пират предусмотрительно родин урод. Но нет, придется ему подождать. Начинать надо, конечно, с самых младших. Вот они. Рябинка до астра. Тонкие ноги еще не твердо их держат. Разъезжаются. Но резиновые соски оба лосенка ухватили крепко. Торопливо затмокали, втягивая молоко. Родное, лосиное. Это только поначалу они отворачивались от сосок, говорит Полина Николаевна. Приходилось им рты разжимать, по каплям молоко вливать. А сейчас их от сосок не оторвешь. Если маленький лосенок встретит в лесу человека, то мигом затаится. Передние ноги вперед вытянет, задние назад. И тихо опустится на живот. Вытянется в струнку, замрет. А станет постарше, посильнее. Будет удирать от человека, что есть мочи. Никто этому зверя не учит. С этим страхом он родится. Получает его по наследству от родителей. И старе живет в диком звере ужас перед человеком. Когда уж тут разбираться, хороший человек или плохой. И чего можно от него ждать. А здесь собрались какие-то совершенно бесстрашные лосята. Так и ходят за Полиной Николаевной, как за матерью. Я тоже беру бутылку с молоком. И возле меня сразу оказывается ласковый лютик. Он хватает соску. Тянет бутылку к себе. Глотает молоко и блаженно чмокает. Даже глаза прикрыл. Вот уж бутылка и опустела. Я беру две полные бутылки и протягиваю подскочившим лосятам. Приятно доставить ему удовольствие. И вдруг чувствую, кто-то тянет меня сзади за плащ. Оглядываюсь. Край плаща уже сейчас во рту у лютика. Он с самым невинным видом. Забирает его все больше и больше. Сейчас совсем с меня стащит. А руки-то у меня заняты. Лютик, отдай сейчас же, говорит Полина Николаевна. С ловкостью фокусника она извлекает из рта у лютика мой плащ. Он мокрый, как после дождя, но к счастью целый. Решительно никакого страха нет у этих лосят перед человеком. А все потому, что знают его со дня своего рождения. Человек с ними добр, ласков, заботится о них, кормит. Для этих лосят на всем свете никого нет ближе Полины Николаевны и ее помощников. И это привязываясь к человеку, остается у лосей на всю жизнь. Любят они человека, который их вырастил. Но к остальным людям относятся, хотя и не так нежно, но без страха. И горе такому лосю, если он встретит в лесу недоброго человека. Он ведь не от него побежит, а к нему, как к другу. Мы с Полиной Николаевной берем оставшиеся бутылки с молоком и поем последних заждавшихся лосят. Как жаль, что у нас так мало рук. Потом меняем на полу солому и вносим корзинку со свежей травой. Одним лосятам две недели от роду, другим три. Им можно уже не только молоко пить, но и траву жевать. А скоро им будут давать молоко прямо в ведре. Ну, поначалу они потолкаются возле него, прольют молоко. Может быть, поссорятся. А потом научатся пить из ведра. К соскам тоже ведь не сразу приспособились. А еще через некоторое время их будут пасти в большом загоне. Там можно и побегать, и поиграть. А какая там подрастает сочная вкусная трава. Люся. До опытной фермы рукой подать. Дорога сама покажет, сказал Анатолий Павлович, заведующий фермой. А я подойду попозже. Он только что приехал из Москвы, из командировки, и делал у него по горло. Дорога покрутилась, покрутилась по душистному полю и подвела к воротам. Высоким, широким. Они замкнуты тяжелой цепью. Рядом калитка. Вправо и влево от ворот тянется длинный-длинный забор. Редкий. Сквозь него все видно. За забором густой лес. Из-за деревьев прямо на меня выходит высоченная, широкогрудая лосиха. Ноги длинные, сухие, как жерди, из которых сложен забор. Морда огромная, горбоносая. Толстая верхняя губа выпятилась вперед, будто зверь недовольно надулся. Остроконечные уши все время в движении. Вперед-назад, право-влево. Очень хороший слух у лосей. И обоняние. А вот зрение слабее, хотя глаза большие, красивые. Громадный зверь. Рост 2 метра с лишним. Тяжелый, сильный. А ходит и бегает легко. И всюду может пройти. В глубоком снегу не увязнет, ноги вон какие длинные. В воде не утонет, хорошо плавает. В болоте не провалится. Копыта у него разделены надвое, словно разрезаны. Это два пальца в роговых чехлах. И между ними перепонка. Ступит лось на зыбкую почву, пальцы растопырятся и ноги не будут проваливаться. Но если это не поможет, зверь ляжет на живот, вытянет передние ноги, уцепится ими за кочки и подтянет вперед все свое огромное тело. А то ляжет на бок и станет двигаться, перебирая ногами. Хорошо приспособлены лоси для жизни в лесах, на болотах. Лосиха подошла к забору и стала ходить вдоль него, не обращая на меня никакого внимания. Боком чуть о слеги не трется, ногами землю месит, а колокольчик на шее динь-динь. Вдруг лосиха остановилась у забора, вся вперед подалась, морду даже сквозь забор просунула, уши навострила и время от времени вскрапывает. А по дороге шагает Анатолий Павлович в белом халате с бидоном в руках и рядом Сильва, хвост крючком. Анатолий Павлович отворил калитку, вошел в загон и меня пригласил следовать за ним. А Сильва осталось ждать у калитки, но следом за Анатолием Павловичем мне идти не пришлось. Между нами тотчас нетерпеливо встала лосиха, так мы и пошли. Впереди Анатолий Павлович с бидоном в руке, за ним громадная лосиха, а потом уже я. Лосиха морду наклонила, то в голову лизнет Анатолия Павловича, то в шею, то в плечо. И ему это очень приятно, сразу видно. Так подошли мы к сарайчику. В углу его отгорожено стойло. Анатолий Павлович повесил на стенку мешок с картошкой, потом набросил на лосиху уздечку, как на лошадь, и повел в стойло. Сказал только, «Люся, иди сюда, пожалуйста». И она сразу пошла. Уткнула с мордой в мешок, захрустела картошкой. Вроде полудремлет, только уши, как всегда, в напряжении, туда-сюда, туда-сюда. Анатолий Павлович начал доить ее, как обыкновенную корову. В бидон звонко застучали струйки молока. Но Люся вдруг перестала жевать, переступила задними ногами, повела мордой в сторону и хмыкнула. «Не выдумывай, картошка там еще есть. А мне додоить совсем немного осталось». Анатолий Павлович говорит, не торопясь, спокойно, не повышая голоса. «Но если нужно, и два раза повторит, и десять раз, пока своего не добьется». Люся послушалась с первого раза, спокойно жевала картошку, пока он не кончил доить, и не вывел ее из стойла. «Самая дойная у нас лосиха», – сказал Анатолий Павлович, – «до пяти литров в день молока дает». Люся стояла рядом и, глядя на нас сверху вниз, внимательно слушала. Она родилась недалеко от этих мест, в большом лесу. Только тогда ее еще не называли Люсей, ведь животные не дают своим детенышам имен, так обходятся. Как это водится у лосей, мать облизала ее всю, от носа до кончиков маленьких копыт, и Люся встала на тоненькие ножки. Они слабенькие, дрожат. Мать ласково подтолкнула ее головой. И Люся сделала свой первый шаг, покачнулась, но не упала. Мать поддержала ее большой своей головой, а потом легко подтолкнула еще раз, и Люся сделала второй шаг. А на другой день случилось несчастье, мать погибла. Маленькая Люся осталась одна. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а», – отчаянно застонала она. На голос пришли люди. Отвезли зверька на опытную ферму, где росло уже несколько лосят. Тут ей и дали имя Люся. А выкармливать ее начал Анатолий Павлович. Люся быстро привыкла к людям, но дороже всех для нее стал Анатолий Павлович. Как не бываю занят, а почти всегда сам прихожу доить ее, говорит он, чтобы не обидеть. Больше ста лет назад в одном старинном русском журнале рассказывалось о том, как человек взял себе в помощь лосей. Было это недалеко от города Смоленска. Лосей запрягали в телеге и возили на них рожь с полей. Такие случаи бывали и позже. Ими заинтересовались ученые, стали наблюдать за лосями. Но настоящая опытная лосиная ферма была создана только в 1949 году в Печоро-Илычском заповеднике. Это была первая лосиная ферма не только у нас в стране, но и на всем земном шаре. Ученые, изучая лосей, размышляли над тем, не могут ли они стать помощниками человека. Следом за первой лосиной фермой была создана вторая, недалеко от Костромы. Было время, когда у человека совсем не было помощников, животных. Правда, это было очень и очень давно, не одну тысячу лет назад. А потом человек нашел среди зверей друга, собаку. Время шло, и люди обрели много верных помощников, четвероногих и пернатых. И их становится все больше. Оказывается, и огромный лесной великан, лось, или сахатый, как его еще называют, может стать другом и помощником человека. Но это стоит людям большого терпения, труда и доброты. Прогулка с лосями На прогулку мы отправились под вечер, во главе компании Полина Николаевна, в теплой куртке, брюках, резиновых сапогах. За плечами рюкзак. А следом за ней пять громадных лосей, один другого выше. Первый вышагивает длинноногая Сусанна, самая большая лосиха на ферме. И с норовом. Все лоси с ней считаются. Попробуй не посчитайся, она задаст. Потом идет летчик. Зовут летчиком, а ростом чуть не с целый самолет. На голове подрастают два маленьких бархатистых рога. Со временем они станут большими, широкими. Летчик лось молодой, добродушный. И как надежно ходит в упряжке, не хуже лошади. Только он еще сильнее и выносливее. За летчиком шагает Нея. Она все соперничала с Сусанной, кто главнее. Но ничего у нее не вышло. И теперь она держится от Сусанны подальше и дружит с покладистой аркой. Вот и сейчас арка идет следом за ней. Последний шагает Рыжка. На некотором расстоянии это всей компании. Вроде бы сама по себе, она всегда так. Полина Николаевна даже обижается. Но что за своенравная лосишка? Сколько сил терпения, доброты в нее вложила, а Рыжка по-прежнему держится от нее поодаль. А вот зоотехника Алексея Григорьевича, который ее выкормил, обожает. Ни на шаг от него не отходит. И к нему никого не подпускает. Друг за другом выходим мы из ворот фермы. Впереди зеленеет лук, а за ним начинается лес. Он словно вскипел белыми цветами черемухи и звенит от птичьих голосов. Полина Николаевна идет быстро. Четверо лосей за ней. Неспеша перебирают длиннющими ногами. А мы с Рыжкой отстаем. Рыжка идет еле-еле, нога за ногу. И с самым независимым видом. Время от времени она оборачивается ко мне. Уши назад прижмет, оскалится. Пойди разберись, что у нее на уме. Рыжуленькая, не надо рожи строить, это нехорошо, кричит издали Полина Николаевна. И не отставай. Некоторое время Рыжка идет спокойно, но меня даже не оглядывается. И вдруг недалеко от лесной опушки остановилась, обернулась, наклонила голову и двинулась прямо на меня. Уши прижаты, зубы оскалены. Мне становится жутковато. Стукнет такая громадина копытом. И поминай, как звали. Лосиные копыта, оружие мощное. Нападут волки, лось от них передними копытами отбивается. Насквозь сможет ими пронзить. Рыжка, между тем, подошла ко мне вплотную и легонько, совсем легонько, толкнула головой. Можно сказать, еле прикоснулась. Но я тут же отлетаю в сторону. Ну и силище. Да что же это такое? Слышу я голос Полины Николаевны. Долго ты будешь приставать к человеку. Как только несовестно. Вон, иди играй с аркой. Играть с аркой Рыжке, видимо, не хочется. Но от меня она отходит. И с самым невинным видом чешет копытом толстую свою шею. Колокольчик мелодично брякает. Динь-динь-динь. А потом она снова нацеливается на меня. Экая упрямая. Но что бы и в самом деле не поиграть с аркой? Надо же быть такой строптивой лосишкой, возмущается Полина Николаевна. И в сердцах хлопает ее хворостиной. Самым улыбновенным прутиком. Громадная Рыжка отскакивает в сторону, как робкий теленок. И послушно отправляется догонять других лосей. Вот что значит домашний зверь. Рыжка родилась на ферме. Выкормлена людьми. Она не представляет себе, что можно всерьез напасть на человека. Направить против него свою силу. Поиграть, поупрямиться это можно. Но ударить нет, никак нельзя. Не напрасны старания работников фермы. Сумели привить лосям новые черты, которых нет у диких животных. Изменить их характер. Лоси подошли к опушке леса. Начали есть. Прихватят ртом ветку, дернут головой. И вся листва остается во рту. А вместо зеленой ветки на дереве покачивается голый хлыстик. Много надо лосям кормом. Едят они разные болотные травы, побеги деревьев. Их кору, листья. Если будут пастись все время в одном месте, могут большой урон принести лесу. Вот Полина Николаевна и ведет их каждый день на новый участок, чтобы и лес не слишком страдал, и лоси были сыты. А лес она знает как свои пять пальцев. Шутя она называет себя подпаском. Но она не просто пасет зверей, а наблюдает за ними. Что едят, какие больше любят пастбища, как ведут себя. И еще она приучает их пастись вместе, в стаде. Как коровы или овцы. Ведь дикие лоси идут куда им вздумается, каждый сам по себе. И лес они объедают неравномерно. Особенно может пострадать от них молодая поросль, которая только поднимается. В этот вечер Полина Николаевна вела лосей на берег небольшой речки. Много там растет вкусной травы и деревьев с густой листвой. Правда днем здесь пасутся коровы, но это не имеет значения. Коровам нравится осока, злаковые, бобовые растения, а у лосей совсем другой вкус. Они предпочитают хвощ, таволгу, калужницу. Придут после коров лоси, и всего им осталось вдоволь. А уйдут, коровьи лакомства оставят нетронутыми. Ну что это? Когда мы уходили с фермы, лосей было как будто пятеро. Ну конечно же пятеро. А сейчас? Один, два, три. Сейчас их шестеро. Вот так история. Ямайка! Ямайка! Кричит нараспев Полина Николаевна. Одна из лосих оглядывается, потом перемахивает, будто перелетает через куст и легко, размашисто подбегает к нам. Ты чего же ты домой не пришла, а? Журит ее Полина Николаевна. Оказывается, вчера Ямайка пошла вместе со всеми на прогулку, а домой вовремя не возвратилась. Захотелось ей еще в лесу погулять. А вот сейчас увидела своих и прибежала, соскучилась. Ничего, так иногда бывает, побродит-побродит одна, а потом вместе со всеми вернется на ферму, говорит Полина Николаевна. Она приподнимается на цыпочки и, еле достав ладонью до высокой лосиной спины, похлопывает по жесткой шерсти. Дальше все идут вместе. Впереди заманчивый берег речки. Там лоси вдоволь наедятся травы, листьев, древесной коры и хвои. А потом сложат пополам свои длинные ноги, как складные ножи, лягут на землю, прикроют глаза и погрузятся в полудрему, пережевывая жвачку. Тут и настанет для Полины Николаевны самый подходящий момент, чтобы вернуться домой. Оставить лосей однир. Пусть погуляют до утра, но уйти надо незаметно, а то не отпустят, будут стонать, идти следом. Но не ночевать же каждый раз в лесу. Полина Николаевна и без того редко дома бывает. Все с лосями да с лосями. А поутру на ферме, как всегда, запоет рожок. Тру-ру-ру, ту-ту-ру-ру-ру. Лоси хорошо знают и сигнал, и этот утренний час. У них отлично развито чувство времени. А если и запоздает иной раз призыв рожка, то звери уже вышли на опушку. Отворяйте ворота, лоси пришли с прогулки. Домой. Конец.